Всем привет, друзья! Сыграю партию на ЛИЧЕС по 3 минуты без добавления. Пытаюсь здесь поднять рейтинг. Редко играю здесь. Пока он у меня небольшой. Посмотрим, получится ли. Ц5 пока. Ввожу фигуры. Мой соперник играет что-то типа лондонской, только со слоном на Ж5. Хорошо. Давайте ракировка. Так, где-то он хочет конь Е5 пойти, да? Давайте я попробую. Попробую. Не хочу конь Е5 ему давать. Ну, давайте А6 пока схожу. Слона пусть определит. Сюда отошел. Так, ну ладно, Б6 пока хожу. Укрепляю в центре. Да, разменялись. Ушла. Так, вот у него тут такой план типовой будет. Ф4, Ф5. Попробую сюда пока. Ф4 может еще где-то хочет, да? Ф4 хочет на Ф5 Еф, и там на Е6 провиснет. Так, что тут мы будем делать-то? Неаккуратный ход был. В Ф7 нельзя пойти? Ф7 не очень, наверное, ход. Так, ну что делать-то? Давайте так, что ли. Так, чтобы на Ф4 пойти Ф5. Была защищена пешка на Е6. Так. Теперь давайте попробую-ка разменять слонов, если получится. Разменяя слонов, и потом на пешку Е5 буду нападать. Давайте коня ближе к базе. Что-то мне мой соперник написал, что он тренер какой-то швейцарской, швейцарского женского гроссмейстера. А я его, кстати, может, и знаю. Я с этой девушкой играла, в которой он мне пишет. Женский гроссмейстер швейцарский. Так, ладно, тут он меня отвлекает. Хитрый ход. Отвлечение, да, называется? На него, на его ловку не поддадимся. Так, ну нормально, я от всех угроз белых защитилась. Здесь ладью на Д8 хочу, и потом Д4 где-то. Все централизация. Все нормально. Что может коня на Е5 перевести? Е5, конь Е7, конь Е5 может? Там как-то, конечно... Давайте, ладно, разменяем этих коней. Буду пытаться проходную двигать и на эту нападать. Пешку Е5. Смотрим, что получится. Что написать мне? Хэллоу, напишу. Время-то нет, ладно, не буду писать. Так, ну что, Д4 немедленно ходим? Давайте, Д4 немедленно. Ну вот это у него пешечка-то. Он тут ее надвинул так, рьяно. А что, я ее съем. Зависает она у него здесь. Так, заблокировали пока. Подорвали. Ого. Ох, вот я не ожидала. Ну ладно, сюда отошли. На Ф5 с ферзи 5 с нападением. Важный момент. Чтобы Е6 не успел. Очень важно. Потому что Е6 выставит и... Тут не очень приятно. Так, Д3 с темпом пошли. Д3, Д2 иду на... На таран, как говорится. Не, ну тут... Он у меня супер. Давайте так еще. Давайте так. Горожу. Водя Ж4. Что-нибудь в сердце отдает. Ну, съем. Так вот, немного от его угроз защитилась, подразменялась и все стало гораздо проще. Еще водил. Съел тут. Сдался. Так, напишем. Hello, nice to meet you. Ладно. Сыграем еще одну партию. Партия была... Это... Такая какая-то не особо примечательная. Но тоже удалось от его идей добавиться, а свои осуществить. Так, давайте. Ну, хочется с добавлением сыграть, но с добавлением, опять же, скажу, никто что-то не откликается. Давайте по три, ладно. Пробуем. Kingstar 70. Е4. Начну партию. Сыграем. Вариант Найдорфа, скорее всего. Сослон Е3 пойду. И с конь Е3 такая. Схемы есть. И самое актуальное. Слон Е6. Конь G5. Разменяю на... Так. Задумалась. Почему задумалась? Потому что Ферца 8 ход какой-то кривой-косой немножко. Я же могу конем этих полей начать. Ну, давайте конь А4. Хочу на Б6. Вынуждая конь Д7, чтобы взять конем на Е6 и создать ему сдвоенные пешки. Вот эту пешку я буду в дальнейшем атаковать. Так, коню здесь делать нечего. Вернусь на базу. Потом мне такой план есть. Как-то анализирую эту позицию. Есть такой перевод Ферзя интересный. Атаковать пешку Е6. Ну и плюс там вплоть до таких игр каких-то. Может быть. Так. Пойти. А. Может быть взять на... Е5. Давайте возьму. Как он? У него перегружен Ферзь. Он вынужден защищать пешку Е6. И с Ферзем возьмет пешку выиграю. Поэтому он должен брать пешку. Но тогда Солнце 4 тоже ничего хорошего. Да. Вот. План, видите, мой прошел здесь. Как-то смотрела его. Такую игру. Тут отдает ладья Ф7. Теперь мне надо профилактику тоже сделать. С конем своим прыгнет. А куда он прыгнет? Ну так же с темпом, да? Да. Пьется с темпом. Тут ладья связана. Так. Теперь рокировку просто что ли? Или может как-то качество съесть? Ну пока еще не съедаю. Давайте просто рокировку все-таки надо сделать. Чтоб король надежный был. В безопасности. Так. Теперь мне надо защитить слона уйти. Ферзем здесь связка, да? Слон Б3 следующий ход с угрозой Ферзей 7, может быть? Ну, уходит. Так. Теперь могу съесть ладью и получить две ладьи за Ферзя. Здесь. Ну еще и пешку у меня, да? Могу уйти просто. Давайте сыграем с двумя ладьями. Филактику пока А3, Б4, чтобы не было ухода. Так. Теперь надо централизировать фигуры. Ушла. Зачтила на С2. Давайте так. Пусть ходит Б4, Конь Д5 поставлю. Зафиксирую эту пешку слабость в дальнейшем. Так. Съем. И берется маслом. Ладьей залажу. И теперь буду атаковать слабости. А5 и Д6. Напала. С темпом захожу. Фон Д5 еще хотел перестроить в ладью сюда. А может профилактику тогда и сделать? Вообще надо. Порточка нам не помешает. Куда он королем пошел? Не знаю. Защитила. Фон Д5. Владя Б7 вообще план что-нибудь дает. Так, а может у ладья до 5 пойти? Так. Усилим пока позицию как можем. Так. Меняется. Разменяем. Я могу тут линьев еще открыть, кстати. Не цепляться к этой пешке. Линьев открыть. И ладьей по линьев. Куда это он идет? Поняла я его. Так. Может быть нечего вообще ладьей здесь делать? Давайте-ка верну я ее. Так, на месте стоит, да? Нет, давайте сюда пойду. На ладьферс А7, ладья Д5. Все-таки буду атаковать. С лон Д8 на Д6 у нее теряется. Рано контр-игру имя не дать никакую, чтобы миферзелл тут не залез никуда. Шахи не надавал. Да, на слон Д8 беру. А на других отберу здесь. Так, с нападением. Проходной образовала. Что тут у меня есть, что ли? Давайте вам здесь съем. Верну. Ладью сейчас. Все по белым полям играю. У меня белопольный слон. И все белые поля контролируются. Ой, ну под ферзя, под слона точнее ферзя ставит. Ну все, сейчас даст.